Эта история появилась в сети. Рассказывал ее один молодой человек, блогер, которого многие знают в ТикТоке, в Ютубе. Он не еврей. Он так и сказал. Я женат на еврейке, я горжусь тем, что я много лет живу в Израиле. Но в нашем доме празднуют все праздники. И еврейские, и мои не еврейские. Мои родители верующие христиане. И даже в Израиле я ходил в церковь и никогда не приходил в синагогу. Но недавно был праздник, и я оказался в Центральной синагоге Тель-Авива. И вдруг я услышал, как посланник общины произносит эти удивительные слова. Шма Исраэль, Ашемену Кейну, Ашем Ихат. И я не знаю, что со мной произошло. Просто все мое тело загрожало. Я не знаю, эти слова что-то пробудили во мне внутри. И я подумал, я хочу присоединиться к этому святому народу. Евреи, их ненавидят многие. Но они должны гордиться тем, что они народ, избранный Творцом. Я знаю, что моя семья, которая увидит то, что я говорю, будет меня осуждать, мои родители. Но мне это не важно. Евреи, я хочу вам что-то сказать. Это так важно, быть народом Творца. И я, в сердце своем, тоже хочу принадлежать к этому народу. Народу Творца. Караа ли мне что-то не могу понять, что я не могу понять, что я не могу понять, что это было. Но я всегда были дышать, что я... Попни шву, я была в Бит-Кристое Гедел в Тель-Авив. И я была в Иерусе. Я не знаю, что ваше время, но у нас было прекрасно, когда рэбер шума из-за бит-кнессета, когда я думал, что обрывал шума из-за бит-кнессета, я чувствовал себя, что не было. Субтитры создавал DimaTorzok